Цивилизованно собирать и утилизировать. Пока что даже обычные пакеты с мусором не все горожане доносят до контейнеров. Что уж говорить об опасных ртутных лампах. Их тоже выбрасывают и на улицу, и в простые мусорные баки. А это крайне опасно. Как избавиться от лампы, чтобы не навредить природе и окружающим? Ответ на этот вопрос с октября этого года должна предоставить управляющая компания. Так решило правительство. Однако на дворе декабря об этом многие ни сном, ни духом. Между тем в регионе есть экологическое предприятие, готовое заниматься утилизацией. Мы производим специализированные контейнера для сбора ламп у населения. То есть мы готовы их обслуживать. И у нас есть реальные схемы по организации данных процессов. Как ни странно, отклик нашли мы от управляющей компании из районов. А управляющей компанией города Иваново на данный момент к нам до сих пор не обратились. Специальные контейнеры выглядят так. Пока он один на всю Ивановскую область и стоит в юже. Контейнер этот антивандальный, помещаются туда только лампы. Люминесцентные, энергосберегающие и другие. Управляющие компании города Иваново недавно собирали в мэрии и напомнили, что решать вопрос утилизации все равно придется. Предполагается, что на контейнерной площадке появится еще один бак. А в квитанции Ивановцев новая статья расходов. Чтобы эту услугу мы предоставили гражданам, эта услуга, как всегда, в тарифе. Она должна быть заложена в тарифе. Она должна быть идти отдельной строкой на содержание и текущий ремонт. Предусмотрена такая статья, как у нас идут статьи расходов, так и здесь должна быть предусмотрена эта статья. Но перед нашим экономистом мы поставили такую задачу, чтобы рассмотреть. Вот они как бы сейчас предварительные такие расчеты провели. Это получается где-то около 20 копеек с одного квадратного метра. Площадь, жилой площади. Если рассматривать где-то площадь среднюю взять 40-45 квадратных метров, это получается в пределах 10 рублей. Управляющим компаниям пока не понятен сам механизм будущей работы. Контейнер стоит в районе 30 тысяч рублей. То есть, прежде чем приступить к утилизации, придется сначала собрать деньги на специализированный бак для ламп. Затем заключить договор на его обслуживание с лицензированной организацией, которая будет вывозить лампы за пределы региона. Нужно будет оповестить жителей, разъяснить, почему приходится больше платить и в чем важность грамотной утилизации. Увильнуть от всего этого в следующем году управляющим организациям ни правительство, ни надзорные органы не позволят. И начиная со следующего года, если где-то этот закон не будет исполняться, жители имеют право писать соответствующее обращение в госжилинспекцию, в Росприроднадзор, для того, чтобы принимали соответствующие меры к управляющим организациям. Но не надо забывать, что эта дополнительная плата, конечно, попадает в плату содержания и ремонта. И решать это нужно совместно с жителями, не только единолично управляющими организациями. Придется либо платить штрафы, либо договариваться с жителями и ставить контейнеры. Экологи считают, что обязательство по утилизации ртутных ламп – это первый, но очень большой шаг к цивилизованному государству. Ну а в будущем – раздельный сбор мусора и специализированная переработка пластика и стекла.